итак дорогие друзья всем здравствуйте сегодня поговорим с вами о выборе вашего первого подводного ружья все подводные ружья разделяются на два типа это арбалеты и пневматика арбалеты у нас производят выстрел за счет натяжения у таких резиновых тех то есть как рогатка натянули и выстрелили пневматические ружья нас производят выстрел за счет закачанного внутрь сжатого воздуха то есть у нас внутри есть поршень который мы при заряжении доводим до упора до конца вот он защелкивается и когда мы нажимаем на спусковой курок тот сжатый воздух который мы сжали этим поршнем его выталкивает он бьется здесь об оголовье а гарпун по инерции вылетает дальше и выглядит это примерно таким образом вставляется в ствол берется такая заряжалочка и собственно говоря с усилием заряжается значит для подводной охоты в пресных водоемах на 90 процентах случаях используются ружья пневматический почему потому что пневматические подводные ружья они мощные и при этом компактные соответственно достаточно манёвренные то есть вот такой вот пневматическое ружье 50 сантиметров может сравниться по мощности с арбалетом 85 90 сантиметров общем вот таким с таким арбалетом в пресной воде заниматься подводной охотой просто не получится потому что на таком отдалении мы просто не сможем увидеть кончик гарпуна из-за того, что прозрачность воды достаточно низкая в пресноводных водоемах. Плюс встречаются препятствия, такие как камыш, коряга и так далее. А с ними будет крайне неудобно с таким длинным ружьем плавать в этих условиях. Такие вот короткие арбалеты значительно менее мощные, и с ними не получится взять достаточно крупную рыбу и бронебойную. Например, сазан. То есть сазанчик килограмма на два, на три, вот такой арбалет уже скорее всего не пробьет. Просто гарпун ударится об чешую, отобьет пару чешуек и отлетит в сторону. А вы будете долго расстраиваться из-за упущенного трофея. Поэтому для пресноводной охоты используются ружья пневматические. И если это первое ружье, то длина должна быть вот такой 50-55 сантиметров. Это как бы норма для начинающего подводного охотника. Да и в принципе у любого, в том числе и у бывалого подводного охотника, одно из ружей в арсенале должно быть 50 сантиметров. Ну, потому что оно реально очень много где пригождается. Любые пресноводные водоемы с прозрачностью там до двух, двух с половиной метров, это оно сто процентов. То есть как бы там ничего больше не нужно, оно будет наиболее удобно. Если же речь идет у нас про охоту на морях и океанах, где достаточно высокая прозрачность воды, и из-за такой высокой прозрачности воды нас рыбах себе близко не подпускает, она нас видит так же, как и мы. Нужны ружья арбалетного типа и длинные. Вот такого плана. 75-85 и более. 100-120 сантиметров. Значит, арбалет он в априори будет точнее, чем любое пневматическое ружье. Просто из-за конструктивной особенности. Когда мы стреляем из пневматического ружья, нажимая на курок, у нас поршень вылетает, ударяется здесь в оголовье, образуется кинетическая энергия, которая подбрасывает ружье. Это называется подброс, то есть вот это вот движение. Из-за этого точность, конечно же, страдает. В пресноводных водоемах, когда мы можем стрелять, практически упор. В принципе, расстояние выстрелов в пресноводных водоемах составляет 80-70 сантиметров в среднем, не более того. Очень редко там может быть полтора метра. Такое, чтобы там 2-3 метра было расстояние выстрелов в пресноводных водоемах, это 1% из всех водоемов и 1% из всех охотников, которые могут в них охотиться. Поэтому на это ориентироваться при выборе первого ружья нет никакого смысла. Здесь же наоборот. На море, когда прозрачность высокая, рыба нас близко не подпускает, нам нужна точность. Арбалет он будет точнее, потому что когда резиновый бой идет, то нет такого подброса сильного, как у пневматики. В любом случае есть, но не такой сильный. И плюс сам по себе арбалет более длинный, мы можем ближе подвести его кончик к рыбе, вытянув руку. За счет этого, соответственно, мы можем совершать более дальние и при этом более точные выстрелы, что крайне необходимо при охоте на морях и океанах или, в принципе, в водоемах с хорошей прозрачностью воды и без каких-либо препятствий. Соответственно, подводя итог, для пресноводной подводной охоты, вы начинающий охотник, хотите увлечься подводной охотой, собираетесь нырять в пресноводных водоемах, вам нужно брать ружье пневматическое 50-55 см. Вы также начинающий охотник, живете, например, в Крыму, прозрачность воды у вас там 8-15 метров, в зависимости от местности, в среднем в основном так, вам нужно брать арбалет длиной 85 и до 100 см. Собираетесь вы куда-то на Средиземное море, где прозрачность воды 30-40 метров бывает даже, ну редко, конечно, такое, но 30-ка там реально бывает, вам нужно брать арбалет длиной от 100 и более 5 см. Вот, как бы, вот эти вот коротенькие маленькие арбалетики, честно скажу, их много покупают, у нас их очень много покупают, но их в основном берут либо попробовать поучиться, если это взрослые люди себе берут попробовать поучиться, то это до первой нормальной рыбы упущенной, потом, со словами негодования, эта штука выкидывается и приобретается нормальное ружье, вот, либо детям. Детям вот это очень актуально на самом деле, потому что ружье достаточно серьезное оружие и может нанести серьезную травму. С этой штукой, как бы, какой-то серьезной травмы, ваше чадо, захотевшее заняться подводной охотой, не получит. Поэтому, как первое ружье для ребенка, это идеальный вариант. Такое маленькое ружье-арбалетик. Собственно говоря, из основного все, вот, если у вас остались какие-то еще вопросы, то обращайтесь к нам, звоните, пишите, мы с радостью подберем идеальное ружье именно для ваших условий охоты и именно для вас лично.